У нас сейчас в последний месяц сложилась ситуация с аварийностью, не очень простая, с детской аварийностью именно. С чем это связано, то, что именно пошел такой всплеск в последний месяц, наверное? Ну, я думаю, что все причины и условия уже ясны. Все субъекты профилактики занимаются в усиленном режиме своим делом. Поэтому общими усилиями, надеюсь, нам удастся сбить вот эту всплеск аварийности с участием детей. При этом, конечно, мы весь год фиксировали снижение количества ДТП с участием детей, снижение тяжести, последствий с ними больше, чем на треть. Понятно, с чем это связано было. Это пандемийные мероприятия, дети находились дома. Но сейчас, в летний период, они поехали отдыхать. Отдыхают они, как правило, в сельской местности, в населенных пунктах, в которых живут их старшие родственники, у бабушек, у дедушек. Не всегда и не все дети находятся под присмотром в то время, когда они должны находиться в этой последней ДТП с участием мотоциклистов и водителей, и пассажиров вот этого мотоцикла, где трое несовершеннолетних погибли. Это и связано с тем, что не все водители, которые перевозят несовершеннолетних пассажиров, чувствуют до конца свою ответственность за их перевозку и не всегда перевозят их в соответствии с правилами. От общего количества ДТП и тяжесть последствий, конечно, с детьми меньше, чем от общего количества. Но любой погибший ребенок – это огромная трагедия. Поэтому мы очень серьезно, очень внимательно относимся к каждому происшествию, в котором пострадал, не дай бог, погиб несовершеннолетний. Хотелось бы остановиться на том, что в городе Твери у нас в процентном отношении ДТП с участием детей фиксируется сейчас меньше. Как я уже сказал, причина в том, что большинство несовершеннолетних проводят лето вне населенного пункта, вне Твери. Они находятся вне организованных учебных лагерей, не работают кружки, спортивные секции. Поэтому дети, если они остаются в городе, предоставлены сами себе, если выезжают за пределы города, то, соответственно, не всегда могут находиться под присмотром взрослых. Всем понятна опасность покупки, эксплуатации механических транспортных средств, таких как мопеды, скутеры, не дай бог, мотоциклы. Или так называемый спортинвентарь, который по сути является тем же легким, а бывает и тяжелым мотоциклом. Дети могут садиться управлять такими транспортными средствами только с 16 лет. А мотоциклом вообще с 18 лет. Конечно, не имея навыков для вождения, не понимая и неправильно оценивая дорожную обстановку, несовершеннолетний не в состоянии вовремя заметить опасность и предотвратить ее на дороге. Не всегда в гибели детей виноваты сами дети. Это показывает и наезд на двух несовершеннолетних пешеходов водителями транспортных средств. Одно из происшествий произошло на пешеходном переходе, когда и обеспеченная видимость была, и светлое время суток. Но, однако, ребенок в силу своих психофизических особенностей не смог вовремя оценить опасность для себя и покинуть опасный пешеходный переход. А водитель не смог предотвратить происшествие, вовремя не обнаружил опасность. В результате чего несовершеннолетний погиб. Хотелось бы обратиться не только к родителям, не столько к бабушкам и дедушкам, а сколько к остальным участникам дорожного движения, которые каждый день участвуют в дорожном движении и как пешеходы, и видят несовершеннолетних рядом с собой на пешеходных переходах, двигающихся по тротуарам на велосипедах, на скейтбордах, на чем угодно, на каких-то механических транспортных средствах, которые могут предотвратить нарушениями правил дорожного движения и попадание ребенка в какую-то опасную ситуацию. Водители, которые, двигаясь по населенным пунктам, по сельским населенным пунктам, по грунтовым дорогам, они должны предполагать, что сейчас время отпусков, время детских каникул, дети находятся на отдыхе, и всегда из-за поворота может выехать несовершеннолетний водитель велосипеда или выбежать ребенок, играя вблизи проезжей части. Понятно, что они нарушают правила дорожного движения, но спасти жизнь и здоровье наших детей мы сможем только общими усилиями. Вот вчера у нас было дорожное происшествие с мотоциклом, где сбили пешехода непосредственно, есть видео с регистратора, где видно, как пешеход идет по проезжей части вне пешеходного перехода, хотя пешеходный переход был рядом, находился, даже не с мной по сторонам, то есть уже у него были признаки опьянения алкогольного. Вот понятно, что пешеход, если у него есть дети, он сам своих детей правилам дорожного движения уже не научит, если он сам их нарушает систематически, когда к тому же вот так вот. Как в такой ситуации быть? Действительно, такие происшествия, когда наши взрослые участники дорожного движения, пешеходы, велосипедисты, мотоциклисты, водители автомобилей страдают именно по собственной неосторожности и недальновидности. Конечно, вчерашний вопиющий случай, когда через три полосы для движения успел перейти пешеход, и, соответственно, уже на встречной полосе его сбивает мотоцикл, который двигался без нарушения правил дорожного движения. То есть в данном ДТП он осуществлял свое движение в соответствии с правилами дорожного движения. Конечно, такие участники дорожного движения, своих маленьких будущих водителей, настоящих пешеходов, они уже не смогут обучить безопасному поведению на дорогах. Я поэтому и сказал, что нужно, чтобы все общими усилиями взяли на себя такую работу. Конечно, вместе с педагогами, социальными работниками. Мы сейчас в период проведения месячника включим тот же родительский патруль вблизи школ. Но понятно, что до школы еще практически 2-3 недели. Поэтому мы и подготовимся к этому, и проведем. А сейчас нужно общими усилиями, воздействием на своих друзей и соседей, все-таки снизить количество происшествий с участием ребятишек и обезопасить их летний отдых. Ну вот мы говорим, что первая линия обороны в плане безопасности детей на дороге – это родители. Именно родители. Но есть родители, которые просто не учились в автошколе, им правила никогда не нужны были. И, само собой, они самим правилом просто никогда в них не вникали. Стоит ли им, чтобы обучать ребенка, самим правилом выучить как-то, пускай самостоятельно даже? Участие в дорожном движении. Каждый гражданин у нас участвует в дорожном движении. Вышел из подъезда или со двора собственного дома, ты уже участник дорожного движения в качестве пешехода. Сел на велосипед, ты велосипедист. Сел на маршрутное транспортное средство, ты пассажир. Не зная элементарных правил дорожного движения, что переходить проезжую часть можно только по пешеходному переходу. На регулируемом перекрестке только на зеленый сигнал светофора, который разрешает движение именно пешеходам. То, что пересекать проезжую часть, даже где нет пешеходного перехода, в видимости можно, но под прямым углом и обезопасив себя. То есть понимая, что этот переход проезжей части будет безопасен. Конечно, такие азы, они вроде известны всем со школы, что автобус нужно обходить ни справа, ни слева от него, а именно тогда, когда он покинет уже остановочный пункт, и когда будет действительно дорога пустая, свободная, и можно будет безопасно ее перейти. То есть такие азы, они закладывают со школы. Если родители по каким-то причинам не до конца их узнали, то, конечно, стоит сначала поучиться самому, может быть, даже послушать, почитать наши предложения, наши описания событий, происшествий, для того, чтобы у себя в голове уложить ту безопасную манеру поведения на дороге, которую они потом приведут своим детям. Вот помимо пешеходов, велосипедистов, детей, у нас еще есть такое количество детей, пассажиры. Как у нас обстоят дела с их драматизмом? Количество детей-пассажиров уменьшилось, пострадавших, которые пострадали к прошлому году. Но, однако, удельный вес детей-пассажиров пострадавших чуть вырос, составляет более 50%. При этом, в основном, все детки перевозятся без нарушения правил дорожного движения, они пристегнуты, находятся в детских удерживающих устройствах, если это нужно по возрасту и их физическим параметрам. Но есть и шесть ребятишек, которые пострадали в автомобилях, в транспортных средствах, когда они находились либо вне детских удерживающих устройств, либо были неправильно, а не использованы. Это самое обидное, когда безопасность ребенка должна обеспечиваться их опекуном, родителям, тем старшим, кто везет его в транспортном, перевозит его в транспортном средстве. И из-за беспечности, из-за преступной халатности страдают дети, которые просто могли быть пристегнуты ремнем безопасности и находиться в детском удерживающем устройстве. Есть какие-нибудь на счет родительным рекомендации по поводу детских кресел и вообще в целом перевозке детей в автомобилях? Да, конечно. Во-первых, самое безопасное место в автомобиле – это место, которое находится за водителем, потому что водитель интуитивно отводит удар от своей стороны. Обязательно использование детских удерживающих устройств, которые помогут несовершеннолетнему пассажиру располагаться таким образом, чтобы ремень безопасности проходил по правильным, по нужным местам. Детские удерживающие устройства имеют блокираторы для ремней, которые не позволяют хрупкому телу ребенка подвергаться сильнейшим нагрузкам, которые могут быть в момент столкновения. Что касается двухколесной техники, ну, наверное, учитывая, конечно, географические особенности нашего региона, в том числе и климатические, нельзя полностью отрицать перевозку детей на двухколесных транспортных средствах как на механических, так и на приводимые в движение мускульной силы. Но, однако, всю эту перевозку нужно производить в строгом соответствии с правилами дорожного движения, не превышая установленных ограничений скорости. И уж по грунтовой дороге на двухколесном транспортном средстве точно не стоит ехать со скоростью более 25-30 км в час. Это небезопасно. Ну, и, наверное, последок, многие родители скажут, вот мы в свое время так же ездили в деревни, из деревни на дискотеки сельские, у нас были мотоциклы, и Шьява, и ничем не разбивались, как-то вот у нас все было хорошо, почему сейчас все должно быть плохо? Что сейчас изменилось за эти 15-20 лет? Техника, развитие техники, она не стоит на месте. И то, что раньше было у нас в детстве, мопеды, которые при даже самом там хорошем случае, они не могли развить скорость больше 30-35 км в час. Мотоциклы, которые, да, были, но тоже ездили не так быстро, участников дорожного движения было меньше, в разы меньше. Не было так, что в каждой семье было по автомобилю. В основном ходили рейсы в автобусы, грузовые автомобили, и то это в дневное время суток. На ночь жизнь в сельских населенных пунктах, как правило, замирала. Поэтому, естественно, и происшествий было меньше. Сейчас совершенно иные условия дорожного движения, совершенно иная интенсивность его. Поэтому отсылать к нашим детским годам, к нашему юношеству, в данном случае это не только неправильно, это совершенно неправомерно. Воследок, как вам пожелание к какому-нибудь участнику дорожного движения? Всем участникам дорожного движения удачи на дорогах, внимательности, объективности оценки ситуации. И попрошу быть вежливыми и все-таки помогать нашим несовершеннолетним участникам дорожного движения не нарушать правила дорожного движения, а предотвращать их. Продолжение следует...